Динамики вращательного движения Для этого рассмотрим твердое тело, которое может свободно вращаться относительно оси, проходящей через центр тела и перпендикулярной плоскости рисунка. Разобьем это тело на элементарные участки. Выберем произвольную материальную точку массой М и Т, принадлежащую этому телу. Точка, вращаясь вместе с телом, будет описывать окружность радиусом Р и Т. Приложим к точке силу Ф и Т, как показано на рисунке. Под действием силы Ф и Т, направленной по касательной к окружности, точка начнет вращательное движение. По второму закону Нитона, Ф и Т равно М и Т умноженное на А и Т. Где ускорение тангенциальное А и Т равно дельта В и Т деленное на дельта Т. Запишем формулу связи линейной и угловой скорости. В и Т равно Омега умноженное на Р и Т. Подставив в уравнение ускорение, получим А и Т равно дельта Омега умноженное на Р и Т деленное на дельта Т. Омега это угловая скорость. Для всех точек тела она будет одинаковой. Подставим формулу второго закона Нитона. Получим, Ф и Т равно М и Т умноженное на Р и Т умноженное на дельта Омега деленное на дельта Т. Умножив обе части уравнения на Р и Т и просуммировав их, получим Сумма от И равно 1 до Н, Ф и Т умноженное на Р и Т равно Сумма от И равно 1 до Н, М и Т умноженное на Р и Т в квадрате умноженное дельта Омега деленное на дельта Т. В данном уравнении мы видим, что сумма от И равно 1 до Н, Ф и Т умноженное на Р и Т равно М. М это момент силы. Сумма от И равно 1 до Н, М и Т умноженное на Р и Т в квадрате равно И. И в данном случае это момент инерции тела. И дельта Омега деленное на дельта Т это есть ускорение, угловое ускорение. Тогда с учетом вышесказанного получим М равно И умноженное на Эпсилон. Формула М равно И умноженное на Эпсилон есть основное уравнение динамики вращательного движения или второй закон Ньютона для вращательного движения. Сумма моментов внешних сил, приложенных к телу, равна произведению момента инерции тела на угловое ускорение. Запишем второй закон Ньютона в импульсном виде для вращательного движения. Второй закон Ньютона в импульсном виде для поступательного движения имеет вид Ф умноженное на дельта Т равно М умноженное на дельта В. Или Ф равно М умноженное на дельта В деленное на дельта Т. Умножив обе части уравнения на R, получим FR равно M умноженное на дельта V умноженное на R деленное на дельта T В этом уравнении F умноженное на R есть момент сил M умноженное на V умноженное на R равно L Где L? Это момент импульса Величину, равную произведению импульса тела на радиус окружности, по которой движется тело, называют моментом импульса В системе C единицей измерения является 1 джоуль умноженный на секунду Тогда второй закон Ньютона в импульсном виде для вращательного движения примет вид M равно дельта L деленное на дельта T Выведем соотношение момента импульса с моментом инерции Момент импульса определяется выражением L равно M умноженное на V умноженное на R Линейная и угловая скорости связаны соотношением V равно Омега умноженное на R Тогда L равно M умноженное на Омега умноженное на R в квадрате Мы знаем, что M умноженное на R в квадрате равно I Тогда L равно I умноженное на Омега То есть момент импульса прямо пропорционален моменту инерции Рассмотрим закон сохранения момента импульса В замкнутой системе момент импульса вращающихся тел остается величиной постоянной Если на тело, как систему материальных точек, не действуют внешние силы То момент сил будет равен нулю M равно ΔL деленное на ΔT равно нулю Из этого соотношения мы видим, что ΔL равно нулю То есть момент импульса не изменяется Изменение момента импульса равно нулю Или импульс тела остается величиной постоянной L равно I умноженное на Омега равно константа Или можно записать следующим образом I1 Омега-1 равно I2 умноженное на Омега-2 А теперь перейдем к практической части нашего урока И для углубления и закрепления знаний по данной теме Выполним несколько заданий Задание 1 Определите момент силы, способной увеличить 4 раза Момент импульса тела массой 0,1 кг Вращающегося по окружности радиусом 1 метр В горизонтальной плоскости с угловой скоростью 2π радиант в секунду В течение одного оборота Запишем условия задачи По условию задачи нам известно L2 равно 4L1 M равно 0,1 кг R равно 1 метр Омега равно 2π радиант в секунду N равно 1 оборот Необходимо определить момент силы Решение Момент силы определяется выражением Второй закон Ньютона в импульсном виде M равно ΔL деленное на ΔT ΔL равно 3L1 L1 Равно M умноженное на V умноженное на R Равно M умноженное на Омега умноженное на R в квадрате Тогда ΔL будет равно 3M умноженное на Омега умноженное на R в квадрате Определим время в течение которого тело совершает один полный оборот ΔT будет равно периоду T равно 2π деленное на Омега Тогда момент силы будет равен 3M омега в квадрате R в квадрате деленное на 2π Подставим значение и рассчитаем M равно 1,9 Ньютон умноженное на метр Ответ Момент силы способный увеличить 4 раза момент импульса равен 1,9 Ньютон умноженное на метр Перейдем к следующему заданию Задание 2 Легкая нерастяжимая нить с прикрепленным к ней грузом массой 2000 г намотана на сплошной цилиндрический вал радиусом 100 мм При разматывании нити груз опускается с ускорением 50 см на секунду в квадрате Определите массу и момент инерции вала Силами трения в оси вала и сопротивлением воздуха пренебречь Нить не проскальзывает по валу Запишем условия задачи Дано M груза равно 2000 г R равно 100 мм A равно 50 см на секунду в квадрате Необходимо определить массу вала и момент инерции Переведем единицы в систему С 2000 г равно 2 кг 100 мм Равно 0,1 м 50 см на секунду в квадрате Равно 0,5 м на секунду в квадрате Решение Сделаем рисунок На котором обозначим все тела Рассматриваем данные задачи И действующие на них силы На вал действует сила реакции опоры Сила тяжести и сила натяжения нити На груз действует сила тяжести и сила натяжения нити Теперь для каждого тела запишем основное уравнение динамики Так как вал вращается вокруг неподвижной оси То для вала мы запишем основное уравнение динамики вращательного движения М равно и умноженное на эпсион Момент сил равен сумме моментов сил действующих на тело М силы тяжести М силы реакции опоры И М силы натяжения нити Или получим ММГ плюс МН плюс МТ1 равно И умноженное на эпсион Момент силы равен произведению силы на плечо Учитывая это получим Масса вала умноженная на Г умноженная на Д1 Плюс Н умноженная на Д2 Плюс Т1 умноженная на Д3 Равно И умноженное на эпсион Учитывая что Д1 равно 0 И Д2 равно 0 Так как Линия действия сил проходит через ось вращения А Д3 будет равно радиусу окружности Д3 равно Р Вал представляет собой однородный цилиндр Момент инерции для однородного цилиндра определяется выражением И равно масса вала умноженная на Р в квадрате деленное на 2 Угловое ускорение выразим через тангенциальное ускорение точек на ободе вала Эпсион равно АТАУ деленное на Р Тогда получим 0 плюс 0 плюс Т1 умноженное на Р равно Масса вала умноженная на Р в квадрате деленное на 2 умноженное на АТАУ деленное на Р Преобразовав данное выражение получим Т1 равно Масса вала умноженная на АТАУ деленное на 2 Для грузика который движется поступательно Запишем основное уравнение динамики поступательного движения Т2 плюс М груза умноженное на G равно М груза умноженное на ускорение А Запишем уравнение в проекции на ось У Получим М груза умноженное на G минус Т2 равно М груза умноженное на ускорение А Мы с вами получили систему уравнений Система состоит из двух уравнений с четырьмя неизвестными Т1, Т2, АТАУ и А Учитывая что нить невесомая, нерастяжимая и не проскальзывает Т1 будет равно Т2 будет равно Т АТАУ будет равно А Тогда наше уравнение примут вид Т равно М вала умноженное на ускорение А деленное на 2 И масса груза умноженная на G минус Т равно масса груза умноженная на А Решим систему из двух уравнений Для этого подставим первое уравнение в второе уравнение М груза умноженная на G минус М вала умноженная на ускорение А деленное на 2 равно m груза, умноженное на ускорение А. Преобразовав данное выражение, выведем неизвестную величину. Масса вала будет равна 2, умноженное на массу груза, умноженное на g минус А, деленное на А. Подставим значение и получим. Масса вала будет равна 76 килограммам. Рассчитаем момент инерции. i равно масса вала, умноженная на r в квадрате, деленное на 2. Подставив значение, получим. i равно 76 килограмм, умноженное на 0,1 метра в квадрате, деленное на 2, равно 0,38 килограмм, умноженное на метр в квадрате. Запишем ответ. m вала равно 76 килограмм и равно 0,38 килограмм, умноженное на метр в квадрате. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке вы вывели основное уравнение динамики вращательного движения. Сумма моментов внешних сил, приложенных к телу, равна произведению момента инерции тела на угловое ускорение. m равно i, умноженное на ε. В импульсном виде m равно ΔL, деленное на ΔT. Определили момент импульса абсолютно твердого тела. Величину, равную произведению импульса тела на радиус окружности, по которой движется тело, называют моментом импульса. l равно m, умноженное на v, умноженное на r. Вывели соотношение момента импульса с моментом инерции. Момент импульса прямо пропорционален моменту инерции. l равно i, умноженное на ω. На этом урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok